Тимоха считал себя уже совсем взрослым. 18 стукнуло вчера. В деревне-то, понятно, по такому поводу праздников никто не устраивал. Правда, отец подарил ему часы на кожаном ремешке. Это был для Тимофея самый ценный подарок. Ночью он несколько раз вскакивал и бежал к комоду, брал в руки подарок, прикладывал к уху и, закрыв глаза, слушал. Тик-так, тик-так. Потом он довольно отправлялся обратно в кровать. Сегодня с самого утра Тимоха сидел на заваленке и поджидал своих дружков. Они собирались все вместе пойти на рыбалку. Мимо пробегала стайка девчонок. Он услышал заливистый смех. «Кто так звонко смеется?» — подумал парень. Пригляделся соседская Аленка. Он впервые обратил на нее внимание. Вроде росла на глазах, всегда была маленькой девчонкой, а тут в одно лето превратилась в красивую статную девушку. Тимофей так и обомлел, у него как будто открылись глаза. Он не мог оторвать от нее глаз. «Аленка, иди сюда, скажу что-то», — подозвал Тимоха девушку. Та смутилась, но, отделившись от подружек, все-таки подошла. «Замуж за меня пойдешь?» — спросил он, ничуть не стесняясь. «Ты что, дурак? Мне же еще пятнадцать лет». И Аленка покраснела, но не убежала. «А я подожду, пока подрастешь. Как раз в армию успею сходить». «Будешь ждать?» — «Буду», — тихо ответила Алена. «А замуж пойдешь?» — «Пойду», — серьезно сказала она и убежала, не дожидаясь следующего вопроса. С этого дня все мысли Тимофея были только о ней. А осенью уже и повестка пришла, призвали на флот, на три года. Прощаясь на вокзале с родственниками, он строго наказал матери приглядывать за Аленой. Боялся Тимофей, что уведут такую девушку у него из-под носа. Родители выбор одобрили. Девушка работящая, на глазах выросла, семья тоже хорошая, чем ни жена их сыночку. «Из армии вернусь, сразу на ней женюсь», — заявил он семье. Алена слово сдержала, все три года ждала суженного и дождалась. Собрали родители Тимохи сватов и пошли Алену сватать. «А что, пусть будет все как раньше», — так решили. Отец Алены такого не ожидал и сперва замешкался. Мать девушки пригласила всех в дом. Быстро накрыла стол нехитрой деревенской едой. Тимофей сидел молча, с замиранием сердца ожидая, что же скажут родители его избранницы. Но отец невесты артачиться не стал. «Хоть и молодая наша дочка, но даю добро. Тимошка парень что надо, достойным мужем ей будет». После свадьбы молодые остались жить в доме у Тимохиной бабушки, которая умерла, когда парень долг родине отдавал. Алене хорошее приданное дали. Перину, подушки, одеяло, белье постельное. Еще пять кур и одну козочку. Алена после свадьбы с каждым днем влюблялась все сильнее в своего мужа. Тимофей был добрый, заботливый и внимательный, статный, да и лицом хорош. Все подружки ей завидовали. Удачно замуж вышла. Стали ждать первенца, уже и зима закончилась. Алена как раз на седьмом месяце была. Решили на мельницу съездить, муки намолоть. Погрузили на лошадь мешки и поехали с утра пораньше. Тимофей рулил, а Алена сидела рядом. На полпути жена попросила мужа остановиться. Спрыгнув с телегии, побежала в кусты. Через несколько минут вернулась бледная. Ее мутило. Что случилось, любимая? Испуганно спросил Тимоха. И молодая женщина показала на кусты. Больше ничего она сказать не смогла. Слезы катились у нее из глаз. Через несколько минут Тимофей вернулся к саням. Ну что ты, успокойся, милая. Гладил он жену по голове. Какие вы беременные чувствительные. Ему самому трудно было признаться, что истерзанная волчица потрясла и его. Зрелище это было не для слабонервных, а уж тем более не для беременных. Но рядом с волчицей Тимоха нашел ее детеныша. Малыш скулил, плакал и тыкался носом в маму. Парень не смог оставить его погибать в лесу и забрал домой. Алена была не против. Ей, как будущей матери, было жалко любого ребенка, даже волчьего. Ничего, сказал Тимофей, воспитаем как надо, будет предание собаке. А через несколько дней у Алены начались преждевременные роды. Видимо, сказался стресс от увиденного в лесу. Две недели спустя в дом принесли малютку дочку. Волчонок с любопытством обнюхивал кроватку и, виляя хвостом, улегся рядом. С тех пор они были неразлучны. Оленька учится ходить, вихрь тычет мордой ей в спину, помогая делать первые шаги. Радостно несется к девочке, лишь та упадет и собирается плакать. Подбегает и утешает, вылизывая лицо. Шло время, дружба их крепла. Все привыкли, что девочка и волк повсюду вместе. Вот уже Оля пошла в школу. Волк ходил за ней по деревне хвостом, даже в школу провожал, а потом встречал. Неважно, сколько уроков было в тот день, он каким-то неведомым образом знал, когда девочка пойдет домой и уже спешил ей навстречу. Как-то летом приехала издалека к Алене погостить сестра. Присутствие волка во дворе не сильно обрадовало родственницу. Она долго выговаривала сестре свои опасения и показывала ей свое недовольство. Она вообще не любила животных, а уж диких так и подавно. Волк ей отвечал тем же. При виде женщины он скалил зубы и вздыбливал шерсть на холке. Хозяевам ничего не оставалось, как посадить волка в клетку. Оля скучала без прогулок с другом. Раньше они часто гуляли вместе по деревне и ближним лесным полянам. Девочка сидела дома или во дворе возле волка и просила Бога, чтобы эта противная тетка поскорее уехала из их дома. Да и Алена с Тимофеем уже тяготились присутствием родственницы. Но сестра не торопилась уезжать. Дома одной плохо, а тут ей очень хорошо. Свежий воздух, все спелое, только с грядок. Еще домашнее молоко, яйца и родственников полдеревни. Пока всех не обойду, не уеду, заявила она. А тут уже и осень настала. Пора ягод и грибов. Оля с деревенскими ребятишками решила сходить в лес за грибами. Раньше бы она обязательно взяла бы с вихря, но тот на данный момент был под домашним арестом. Когда Алена собралась на вечернюю дойку, то хватились девочку. Они с Тимофеем обошли соседние дома, все дети вернулись, а Ольки нет. Подняли тревогу, искали девочку до самой темноты, бегали по лесу, кричали аукали, все бестолку. Наконец все устали и вернулись обратно в деревню. Решено было продолжить поиски с утра. Вихрь все это время рвался с клетки. Недолго думая, Тимофей отпустил волка, даже возмущения сестры не послушал. Тот рванул в лес, как пуля, выпущенная из ружья. Пусть бежит, он лучше знает, где ее искать, а ночью он точно никому вреда не принесет, ответил Тимофей, недовольная родственница. Утром у дома родители девочки собрались односельчане, готовые отправиться на поиски малышки. Обсуждали маршрут поиска, распределились на группы. Только собрались в лес, как вдруг в конце улицы показались девочка и волк. Все бросились навстречу. Малышка грязная, обессилевшая, еле стояла на ногах, а волк счастливый прыгает вокруг своей подружки. Оказалось, что Оленька слегка отстала от своих друзей и уже по дороге домой провалилась в старый заброшенный колодец на окраине деревни. Ей никак не удавалось оттуда выбраться. Она кричала, звала ребят, но ее никто не услышал. А взрослые так вообще ее в лес искать побежали, а она совсем недалеко была. Только одному волку удалось ее отыскать. Он потащил к краю колодца большую ветку, и когда Оля стала выбираться по ней, схватил ее зубами за капюшонной силой выдернул из этой ловушки. Оля обняла вихря, а тот в ответ вылезал ей руки и лицо. Верные друзья теперь были снова вместе. Теперь волк отблагодарил Алену и Тимофея за свое спасение в лесу. Даже злобная родственница прослезилась от такой невероятной новости и зауважала волка. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.